Господь, спасибо Тебе за то, что сегодня воскресенье, и за то, что у нас есть возможность прийти сюда. Спасибо, что Ты разрешил нам прийти сюда, и Ты разрешаешь нам быть здесь. Спасибо Тебе, что по всему миру есть очень много разной церкви, разной динаминации, даже по всему Киеву. Киеву очень много церквей, но Ты посади нас сюда. Ты определи нас здесь для Твоей цели, для Твоей плани. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, что не смотри на погоду. Мы здесь, потому что мы любим Тебя всем сердцем, всей душой и всем разумением нашим. И, Отец Небесный, мы также благодарны Тебе за месяц проявления Саства Божьего в нашей церкви и за проповедь, которую Ты нам даешь сегодня. Благосови эту проповедь. Пойди передо мной, помажь мои уста, Господь. Пусть состоятся Твои плани во имя Иисуса Христа. Пусть эта проповедь будет ответом, будет мотивацией, будет решением, будет помощью для любого человека здесь. благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа. И все сказали Аминь. Слава Иисусу Христу. Окей, сегодня после служения у нас лидерское собрание. Я всех приглашаю, потому что я верю, что все могут стать лидером. Лидерская встреча будет на 16 этаже. Боже мой. Да, у нас будет 16 этаж. Аминь. Будет в 16 комнате на втором этаже. Аминь. Аминь. Окей. Проявление царства Божьего. И сегодня тема. Давайте уже тишину, давайте уже, знаете, концентрацию, чтобы дьявол не украл это слово, которое Бог хочет нам давать. Время слова – это особое время. Это тишина, концентрация. Не позвольте ни соседам, никому мешать вам получить то, что Бог имеет для нас. И тема сегодня, хочу назвать его «Проявление сынов Божьих». Проявление сынов Божьих. Проявление сынов Божьих. Если мы откроем Библию к римлянам, восьмая глава, и будем читать с 18 по 23 стих. Кремлинам, восьмая глава, с 18 по 23 стих. И мы встретим такие слова. Ибо, пишет апостол Павел, ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Потому что тварь покорила суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от радства тленою в свободу славе детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стинает и мучится до Нини, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стинаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Проявление сынов Божьих. Проявление сынов Божьих. Когда мы говорим о проявлении, мы не говорим о чем-то новом, но мы говорим о чем-то, которое есть, существует, но недостаточно проявлено, недостаточно видно, недостаточно расположено. И когда мы говорим о проявлении, мы говорим о проявлении того, что есть внутри нас, и которое, согласно местописанию, которое мы считаем, которое нужно всем людям. Вот это проявление царства Божьего, проявление сынов Божьих. Это не показуха, это не понти. Это необходимость, это жизненная необходимость для нас и для других людей, для продвижения цели царства Божьего. Если вы посмотрите в словарь, как определение, слово проявлять, вы найдете такие, как процесс действия. Процесс действия. А в христианстве у нас есть такое выражение, что вера без дел метва. Вера без дел метва. Получается, что вера, которая не проявляется, вера, которая не проявлена, вера, которая лишена процесса действия, она метва. То есть она ползает мало. Поэтому проявление, это всегда говорит о действии, по-английски action, движение, действие определенное. Вот почему мы всегда говорим, что есть теоретическая часть, и есть практическая часть. И когда есть баланс между теорией и практикой, тогда есть проявление. Вот поэтому проявление, это процесс действия. Проявление, это поступок, как выражение, как обнаружение каких-нибудь внутренних состояний, качеств, свойств. Вы знаете, как дети Божьи, как верующие, у нас в основном классное внутреннее состояние. У нас есть Бог, у нас есть Иисус. Чтобы не случилось, Бог общается с нами. Но вы знаете, не всегда мы передаем это внутреннее состояние, потому что мы еще до конца не понимаем в сути и важности проявления Сарства Божьего. Когда мы это понимаем, тогда мы начинаем передавать, мы начинаем осознанно, потому что проявление, это осознанное действие. Осознанное действие к благу Сарства Божьему и к благу всего человечества. Поэтому это выражение, обнаружение каких-нибудь внутренних состояний, качеств и свойств. внутренних состояний, свойств, которые нам нужно подарить нашему поколению через активное проявление Сарства Божьего. Чтобы мы тоже лучше понимали, что такое проявление, помните раньше, до миров, цифровых фото, помните, как мы раньше сфотографировали, мы сфотографировали мероприятие и отнесли, планка закончилась, мы ждали, чтобы закончилась, мы вытянули эту планку, шли, куда? Проявление. Видите, насколько важно проявление? И тогда мы спрашиваем, а фото нет? А когда будет? Раньше было через день, можно срочно заплатить Божье. Мы хотим видеть. Мы хотим видеть чего? Проявление Сына Божьих. Мы хотим видеть, как получилось. Видите, как важно проявление, как важно проявление. Наша радость не была полная без проявления того, что было сделано. Проявления бывают разными. Бывает бурное проявление. Это пробуждение, быстрое проявление, быстрое движение. Есть резкое проявление и есть яркое проявление. Мы все разные. Но самое главное, что в нашей жизни, в нашем служении должно быть вот это проявление, потому что если его нету, получается, наши действия, они имеют несовершенный вид. Мы что-то делаем, мы что-то толкаем, мы куда-то что-то льем, то есть ресурсы, какие-то вклады, но нету последней точки, то есть соединяющей, то, что действительно даст нам славу, то, что действительно даст нам диплом. Это то же самое, если человек поступил в институт, закончил первый курс, ну что, никто ему диплома не даст, за то, что он закончил первый курс. Даже если надо учиться 4 года, он закончит только 3 курса, и ему тоже никто не даст. Почему? Потому что он еще не проявлялся, он не закончил, не сокруглял вот этот круг, не сокруглял, правильно по-русски? Не замкнул этот круг. Поэтому настолько важно проявление Сарства Божьего в нашей жизни, настолько важно проявление Сынов Божьих, проявление Сынов Божьих, это есть то, что замкает, да, замыкает, замыкает, да? Да, вот это весь процесс, и процесс действия Божьего в нас, процесс собственной вклады, которую мы делаем, Сарство Божье. Поэтому это очень-очень, это очень важно. И с этого местописания, которое мы считали, мы увидели, да, что проявление Сарства Божьего есть необходимость. Вы согласны со мной? Да. Я знаю, что для большинства из вас это местописание не новое, но если вы почитаете его медленно, как я считала его, вы увидите, что проявление, наше проявление, как представителя Сарства Божьего, проявление Сарства Божьего, это есть необходимость. Это не что-то хочу, проявляюсь, не хочу, не проявляюсь, это не вопрос, ну, буду посмотреть, как я чувствую. Нет, это уже не как я чувствую, это необходимость, это необходимость, это очень-очень-очень-очень нужно. И, конечно, с этого местописания мы видим, если даст Бог, еще я буду говорить об этом в проповеди, но я сейчас скажу, особенно в 18 стих мы видим, что есть сына проявления Сарства Божьего, есть сына проявления сынов Божьих, поэтому в 18 стих началось с того, что нынешнее временное срадание ничего не стоит в сравнении с проявлением Сарства Божьего, с проявлением сынов Божьих. Обязательно перед проявлением будет жертва. Обязательно ничего просто так не проявляется, потому что проявление – это действие, а действие – это значит вклад, это значит что-то делаем, это значит, что мы встаем в простеле, это значит, что мы побеждаем себе, мы побеждаем свой стиль, свое прошлое, мы побеждаем стеснение, мы еще что-то в своей жизни побеждаем, это действие, мы встаем и мы начинаем что-то творить, мы начинаем что-то делать, поэтому будет дискомфортно проявлять, но это местописание нам говорит, что если мы все равно поймем суд проявления, Слава проявления сынов Божьих намного больше, чем любви и страдания, которые были до того. Бог жаждет, чтобы я проявилась. Бог жаждет, чтобы я раскрылась. Бог жаждет, чтобы вы проявлялись, чтобы вы раскрылись. Он для того сотворил вас, Он для того сотворил мне. Он уже очень много вкладывал в нас. И когда мы не проявляемся, когда мы останавливаем Божий процесс в нас, Бог не рад. Потому что слава, что такое слава? Слава – это когда уже все замкнулось, и красота можно видеть. Красота Божьей к намерению в нашей жизни, в ситуациях, оно тогда будет видно после проявления сынов Божьих. Написано, ожидает, как очень важно, чтобы мы все смирились с тем, что наше проявление очень необходимо. Весь мир ждет меня. Весь мир ждет меня. И весь мир ждет вас. Но в каком виде? Такой, как я есть? Нет. Прошу прощения, нет. Но принимайте меня, как я такой. Извините. Не пойдет и не пройдет. Весь мир ждет меня в проявленном виде. И весь мир ждет вас в проявленном виде. Это значит, мы приносим больше пользы людям, системе в проявленном виде. Я такой, если вам не нравится, ну, то да, нам не нравится. Понимаете? Значит, ожидая с надеждой, с надеждой. Вы слышали сегодня, слава Богу, я не знаю, кто пригласил эту женщину в церковь сегодня. Но проявление сердца Божия, это значит, что мы постоянно увешиваем, убеждаем и приглашаем людей в церковь. Посмотрите, с какой надеждой она пришла в церковь сегодня. Вы еще вспомните, о ком я говорю, да? Да. Да, 79 лет. Посмотрите, с какой надеждой. Я верю, что вы мне поможете. И это все благодаря проявлению одного человека. Понимаете? Я не знаю, какая ситуация была. Но разговаривали, или флайер, и убеждать. И убеждать, что пойдите сюда, придите сюда, с Божьей помощью вам поможет. Слава Богу, что у нас есть вот эта иллюстрация, да? Иллюстрация – это женщина. Весь мир в надежде. Весь мир в надежде. Иногда мы верим в ложь дьявола, которая состоится в том, что никто не хочет ходить в церковь, люди уже не хотят ходить в церковь, люди не хотят верить в Бога. Это дьявол весит лапшу. Люди всегда нуждаются в Боге. Какие-то технологии не были, куда бы они залетели, до луна, еще до каких-то это. Основание Божие стоит. И люди всегда будут нуждаться в Боге. Но мы будем вкусить плодов наших мышлений. Если я, как верующий, буду верить в этих разговорах, что никто не хочет ходить в церковь, я буду демотивирована. Понимаете? У меня не будет страсти, у меня не будет желания приглашать людей. Я буду видеть людей, как невозможно, как они мои клиенты не хотят. Мы должны поменять наше мышление. Мы должны больше верить в то, что Бог говорит, чем то, что наше время говорит. В наше время нам говорит разные вещи. Но, пожалуйста, на то и мы есть верующие люди. На то и мы считаем Библией. Разные времена будут говорить нам разные вещи. Но основание Божие стоит. Основание Слова Божие стоит. И что Бог говорит о покаянии людей? Кто хочет мне помочь? Что Бог говорит? Какая должна быть наша менталитет? Какая должна быть наша философия по покаянию людей? По тому, что люди приходят к Богу? Какой должна быть наша менталитет? Да, Галина Александровна. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли твоего. Аминь, аминь. Бог хочет, чтобы люди спаслись и достигли что? Познание истины. Я свою установку строю на это. Мне все равно, что другие говорят. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и что? Достигли познания истины. С этим, через это слово, через это окно я смотрю на людей, через это окно я смотрю на мои знакомые, с этим окном, с этой верой я веду беседу с людьми. Кто еще знает, что Бог говорит по отношению к тому, что наши отношения к тому, хотят люди поверить Богу или нет? Еще какое местописание? Опять Галина Александровна? Не-не-не, можно, можно. Галина Александровна, вы же у меня одна. Ну, я не одна. Это Бог один из них. Я слышно, как я. Потому что так возлюбит Бог мир, что это сына твоя. Спасибо. Ибо так возлюбит Бог мир, что он отдаст сына своего единородного, дабы что всякий верующий в него, что? Не погиб, но имел жизнь вечную. Скажите мне, пожалуйста, это местописание, это высказывание кто-то отменил? В 2017 году Бог отменил? Скажите, в городе Киеве это местописание не работает? Давайте еще одно местописание, чтобы было третье. Спасибо. Идите, научите все народы. Идите, научите все народы. И тогда у нас будет четыре. Я думала, что кто-то скажет, что это местописание, которое Иисус говорит, что вы говорили, что через три месяца будет жатвы. А я вам говорю, небо побелели, понимаете, все готово. Все готово. Понимаете, мы сегодня говорили о четырех местах Писания, которые дают нам победу. И если мы будем жить, если мы будем иметь такую философию, если мы будем вести беседу, если мы вообще будем смотреть на людей, мы видим человека, о, готов к покаянию. Он, вот, готов к покаянию. Ой, Бог его прислал на мой путь. Значит, Бог хочет, чтобы он спался. Даже то, как мы будем говорить, мы будем говорить уверенно, мы не будем ёкаться. Потому что кто придет к вашей церкви, если вы сами не уверены? Если вы сами не верите, во что вы говорите? Кто придет? Поэтому проявление Садства Божьего очень необходимо. Жизнь, весь мир ждет вас. Человек, с кем вы сидите, ждет вас. Ваши соседи ждут вас. Но мы иногда не обращаем достаточно внимания на проявление Садства Божьего. Это не удовольствие, понимаете? Это не дорогое удовольствие. Проявление Садства Божьего через меня, проявление Садства Божьего через вас, проявление сынов и дочерей Божьей – это необходимость. Это необходимость для того, чтобы мир жил, жилось, да? Чтобы все было хорошо в мире, чтобы все работало, как оно должно работать. Это не какие-то дорогое удовольствия, нет. Это необходимость. Потому что в этом заключилось спасение, исцеление, продвижение очень многих людей. И в этом тоже заключилось нашего продвижения. Потому что в этом местописании написано, что и не только она, то есть не только вся тварь, но и мы сами. Я недавно общалась с кем-то, и я сказала, что у меня пришло такое, в процессе моих размышлений, у меня пришло, что когда я говорю с людьми о Боге, особенно когда я раздаю флайер, и когда кто-то не хочет брать, и когда у меня есть возможность, я говорю, возьмите это мне нужно. Понимаете? Возьмите это флайер. Мне нужнее, чтобы вы взяли, чем вам. Вы понимаете? Да. Мне нужно проявлять Саство Божие. Мне нужно это вам рассказать. Мне нужно. И когда у нас есть такое понимание, потому что иногда, когда мы проявляем Саство Божие, когда мы помогаем людям, когда мы делаем какую-то благотворительность, или когда мы проповедуем людей, мы думаем, что этим людям нужны. Но нам нужно. Нам нужно, потому что я не знаю, как вы, каждая евангелизация, каждая заповедь Божия, которую вы исполняете, они добавляют что-то к вам. Либо к вашему уверенности, либо к вашему пониманию Бога. Это как, знаете, это как упражнение. Чем больше мы упражняемся, чем сильнее мы становимся в чем-то. Поэтому нам нужны. Нам нужны, чтобы люди приходили к Богу. Нам нужны, чтобы люди начали жить по принципу Божьей. Нам нужны. И когда мы это понимаем, мы уже не будем подходить или относиться к этому. Получится, получится. Не получится, не получится. Нет. Мы будем делать максимально, чтобы оно получилось. Итак, проявление – это глубокое желание сердца Божьего. И оно должно стать тоже нашим глубоким желанием. Проявление сердца Божьего с этого местописания, вот с Римлянами, восьмая глава, мы увидим, что это и есть проявление сынов и дочери Божьей. Откровение сынов и дочери Божьей. Когда дети Божьи начнут говорить, когда дети Божьи начнут проявляться, когда мы перестанем стесняться. В нашем поколении сейчас очень модно, может быть, не так в Украине, но на Западе, да? Очень модно, когда человек говорит, что я голубой, или я лесбиянка, или я еще транс чего-то. Это очень модно, есть такие футболки, да? Я там голубой, я это самое. А нет такие футболки, кроме, как мы называем, единичные такие производства, что я крестьянин, и я гожусь. Вы понимаете? Вот, я крестьянин, или я гожусь, или я не гуляюсь, или я гожусь, или я не курю, я гожусь. Нет такого, понимаете? Почему? Потому что мы не проявляемся. Мы не проявляемся. Мы не проявляемся. Вот. Человек скажет, что я голубой, принимайте меня такое, как есть. А почему мы тоже не можем говорить, я не голубой, принимайте меня такое, как я есть. Вы понимаете, я недавно думала, и люди обычно на Западе жалуются, что государство больше дает, не то, что предпочтение, больше дает право о меньшинствах, о меньшинствах, это гомосексуалисты, это это самое. В Америке дошли до того, что оденний туалет хочу построить для трансгендерных людей. Но я подумала, ну, если защищаю их право, тогда тоже надо мое право защищать. Тогда тоже мое право защищать. Но если мы не будем проявлять, если мы только будем говорить, мы против, мы против, зачем надо быть против? Не надо быть против, просто надо проявлять свою позицию. Просто надо проявлять свою позицию. Не надо, чтобы было припрощение. Если не будет припрощения одного на другом, наша позиция это преимущественная позиция. Помните, когда у Ильи, по-моему, были разговоры с пророками Ваала, помните, да? Они говорили, что там я против, он их не закрывал, нигде. Он говорит, давайте, давайте, призывайте, давайте выполним задание. Я даю вам право, я даже даю вам больше времени, вы давайте, делайте, я даю вам это самое. Но там написано, что до утра, до вечера у них ничего не получилось. Вы помните эту историю? Он ущемляет право, но он также себя не обидел. Проявление садства говорит о том, чтобы мы себя не обидели, чтобы мы перестали стесняться, чтобы мы начали тоже сами делали такие футболки для себя. «Я христианин, я не гуляю, и слава Богу, хочет бросить курить, пройти ко мне». Ну, проявляет. Как вообще люди будут знать, кто мы? Голубые? Кто-то скажет, ой, у него сережки, он голубой. Хорошо. А как буду знать, что я не голубая? Что я делаю для этого? Кто-то со мной сегодня? Раньше мы хоть носили большие Библии. Можно было по Библии нас познать. А сейчас мы все стали технологизированы. А где Библия в телефоне? Где в телефоне же? А где твоя Библия? Ну, я не ношу, у меня все в телефоне. Это моя личная ответственность, чтобы проявлять Сарство Божие. Это моя личная ответственность, чтобы люди знали, кто я. Это моя личная ответственность, чтобы люди быстрее узнали, кто я. Это моя личная ответственность, чтобы люди быстрее могли угадать, кто я. Это есть проявление Садства Божьего. Поэтому мы не должны стесняться, здороваться с людьми, даже с неверующими. Можно я помолю за вас, я верующий человек? Я вижу, что вы ходите с палочкой. Можно с вами поговорить? Вы не против, если я помолю за вас? Вообще, как у вас дела? Я верующий человек. Проявление Садства Божьего. Проявление сынов Божьих. Проявление дочери Божьих. Это необходимость. Мы есть физическое представительство Садства Божьего на земле. Вот смотрите, в прошлое воскресенье приехала к нам, да, сестра Люба из Италии. В это воскресенье, слава Богу, сестра Наташа приехала из Испании. Они есть. Кто они? Они есть физическое представительство посольства Божьего, да, и Садства Божьего, там, где они находятся. И мы все находимся сейчас на земле. Мы не всегда будем на земле. Но мы пока на земле, и мы представляем Садство Божье на этой земле. И если бы церковь меня пошлет в какую-то страну или в какой-то город, как представительство посольства Божьего, я же начну что-то делать. Я же начну что-то делать, да, чтобы люди знали, что тут есть посольство. Я же начну, ну, что-то делать. Я же буду говорить, что я приехала из Киева. Мне прислали сюда расширять наше видение. У нас там в Киеве люди приобретают духовный покой. Мы проводим семейные консультации, добрачно-семейные консультации, семейные консультации. Мы помогаем пожилых людей, мы помогаем малоимущих людей. У нас мы собираемся по воскресеньям, мы укрепляем друг друга. У нас есть музыкальная группа, и я приехала сюда, чтобы делать то же самое. Я же не буду сидеть и плакать. Это моя ответственность. Если я представительство, это моя ответственность раскручивать, говорить о том, чем я занимаюсь. Меня же прислали сюда. И то же самое, Бог прислал каждого из нас сюда. Не чтобы прогулять по Киеву, не чтобы прогулять по Украине, но чтобы мы проявляли садство Божие, где мы находимся, осознанно. Осознанно. Ничего просто так не проявится. Ничего просто так не проявится. Это, по-моему, напомните мне, я уже не помню. Это, по-моему, второй, да, закон этой динамики, да? Что без внешнего воздействия, да, вещи будут находиться, как они находились. Кто помнит второй? По-моему, не первый. Это какой? Третий? Я не думаю, что она первая. Посмотрите в интернете, у нас, аллилуйя. У кого есть интернет? Вот. Поэтому я что-то должна делать вот для этого. Для того, чтобы я подтвердила твой статус. Просто так ничего, вот, ничего не будет. И мы должны быть, знаете, про-про-проактивны в этом. Мы должны быть проактивны в этом. Мы, помните раньше, как предлагали людям курить? Что даже те, которые не хотели курить, начали курить. Почему? Потому что люди были проактивны. Если человек скажет, что он не курит, сразу подарят ему курение, ну, сигарету. Понимаете? Если человек скажет, что он не колется, сразу найдется хорошие люди, которые бесплатную дозу дадут. Вначале. Вы со мной, я нормально еще, да? И мы тоже. Мы тоже. Мы, давайте будем проявлять Царство Божие. Давайте мы скажем, я поведу тебя в домашнюю группу, где за тебя помолиться. Я поведу тебя в место, где тебе помогут. Не только приходи. Если у вас есть машина, давайте мы скажем, я приеду за тобой. Как предлагаю сигарету бесплатной. Понимаете? Как предлагаю наркотики бесплатной. Что мы предлагаем? Давайте мы встретимся. Я поведу тебя. Я буду с тобой. Вот таким образом иницируют людей в какие-то привычки. Мы с тобой пойдем в дискотеку. Таким образом инициировали людей. Спасибо большое. Постойте, что там? Это первый все-таки, да? Первый закон Ньютона. Если на тело не действуют силы, или их действие скомпенсировано, то данное тело находится в состоянии покоя, или равномерного прямолинейного движения. То есть, о чем это говорит? То есть, если мы находимся в каком-то состоянии, чтобы мы это состояние поменяли, нужно воздействие извне. Это раз. Например, состояния могут быть у нас разные. Мы можем двигаться прямолинейно, катиться куда-то в каком-то направлении. И там где-то будет какая-то точка. Так вот, чтобы с этого, с этих плохих рейс нас сдвинуть, надо приложить усилия. Понимаете? Или мы можем находиться в покое, просто стоять тупо, ничего не делать. Тоже, для того, чтобы мы ускорились, нужно, чтобы кто-то нас сдвинул. Это первый закон Ньютона. Спасибо большое. Спасибо огромное. Вот поэтому каждый из нас, мы должны принимать решение для себя. Какие действия? Как я буду больше и больше людей иницировать в Божий клуб, к Богу? Какие помощи? Я дам вам книгу. Помните свидетельства? Это они дают книги, да? Свидетельства Иеговы. Да, свидетели Иеговы. Они за свои деньги покупают книги и предлагают всем. Даже мне предлагали, моим детям предлагали. Когда-то вот один из моих детей принесли домой книгу. Ого. Вот. Мы же не предлагаем. Нам предлагают. Это люди, которые понимают проявление. Пусть это будет наше домашнее задание, которое я не буду проверять. Потому что я не Бог. Но что вы делаете? Что вы предлагаете людям? Что вы предлагаете людям? Чтобы проявлять садство, которое есть внутри вас. Бесплатную сигарету мы не можем. Бесплатные наркотики мы не можем. Но есть что-то другое, которое мы можем. Правда же? Давайте будем делать то, что мы можем делать. Не то, что приходи к нам в церковь. Нет. Я приеду за тобой. Сколько свидетельств мы слышали здесь. Что люди, чтобы покаялись, шли они в церковь. Мы пошли к нему домой. Вот. В воскресенье идем в церковь. Я приду. Тогда машины не были. Представьте. Машины не были. Они поехали к нему домой. И с ним потом все на общественном транспорте. Почему? Потому что мы хотим проявляться с тобой. Боже, действие. Мы хотим заплатить цену, которая ничего не стоит. Господи, что стоит по сравнению с тем, что я раньше стала, пошла к нему домой, вместе с ним пошли. И потом, если он станет верующим человеком, вот это моя жертва, Господи, это вообще ничего не значит. Потому что он завтра станет, он может стать проповедником, да? Он может стать какой-то чиновником, который будет жить по закону Божьему. Проявление садства Божьего. Давайте будем думать. Давайте сейчас станем. Давайте будем думать над местом писания, которое мы читаем. Как я могу на своем уровне эффективно проявлять садство Божьего? Мы узнали, что это проявление, это не дело выбора, да? Это не то, что хочу, если я не буду делать, сам Бог будет делать. Да, если вы не будете делать, сам Бог поднимет камень. Кто-то все равно будет делать. Бог не придет, и Бог во сне, кошмар не снится вашему соседу. И если вы не будете делать, тогда сосед из нижнего этажа это сделайте. Тогда что вы скажете Богу? У всех у нас, у нас должно быть желание никого не пропускать. Никого не пропускать. Никого не пропускать. Никого не пропускать. Все люди, которые приходят нам на пути. Я в своей домашней группе говорю, что я не сильно верю в евангелизацию. Вот, я объясню. В евангелизацию, когда мы выходим на улицы и раздаем флайеры. Там есть место. Но я не слишком много в этом верю. Я верю в том, что люди, кого я встречаю по жизни, это люди, кого Бог посылает мне на тот день. Это мой хлеб насущный. Понимаете? Человек, который я встретила у лифта, таксист, который меня привел, человек, который я встретила, когда я захожу в гостиницу, человек, у кого у меня есть возможность поздоровиться. Вот это мои евангелизации. Что я с этими делаю? Если мы все будем обращать внимание на хлеб наш, насущный, который Бог нам дает каждый день, это будет достаточно. Если мы будем проактивными, если у нас будет цель, да, как у тех были цели, чтобы все закурили, чтобы все кололи, потому что это и они в царстве, мы, мы в царстве Божьем. У нас тоже должно быть желание, чтобы все познали Бога, чтобы все общались с Богом, чтобы все познакомились со свободой, которая есть в царстве Божьем. А это без проявления царства Божьего не будет. Вчера, по-моему, позавчера я размышляла, я думаю, Господи, Ты всегда побуждает людей. И везде есть искренние верующие, да, православных секверах есть искренние верующие, католические, в наше движение. Есть искренние люди, которые постоянно проявляют свою веру. И благодаря этому это движение продолжается. Любое движение, где нет проявления, это движение умирает. Оно просто умирает. Оно просто умирает. Оно просто умирает. Оно просто умирает. Но если есть маленькая группа людей, которые понимают, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, той славой, которая проявится в нас, когда мы начнем проявлять Сатство Божие. Ибо тварь, весь мир, в Японии, в Ации, в Америке, в Европе, в соседной селе, ибо тварь с надеждой ожидает меня. Вы знаете, кто-то у себя в комнате сейчас, он говорит, Бог, если ты есть, помоги мне. Кого Бог пошлет к этому человеку? И если Бог пошлет нас к этому человеку, мы сможем узнавать этого человека? Насколько мы замечаем людей? Насколько мы замечаем людей? Потому что Бог с неба не спустится. Бог пошлет меня, вас, если у нас будет открытое сердце, если мы готовы, если мы проявляем это Сатство Божие. Потому что тварь покорила в суете не добровольной, но по воле Бога, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства, в свободу славы Детей Божьей. Потому что мы знаем, что вся тварь совокупно стыняет и мучается до Нини. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа. Мы имеем только начаток. И когда мы начинаем проявлять Сатство Божие, мы обогащаем, и мы обогащаем других людей. Ожидая усыновления, ожидая искупления тела нашего. Давайте будем молиться за это слово. Поговорите с Богом. Вы знаете, что открылось вам. Вы знаете, на что Бог обратил ваше внимание. Но весь мир ждет вас. Весь мир ждет откровения Сынов Божьих. Весь мир ждет то, что вы откройте им. То, что вы покажете им. Мы тут привыкли, что утром надо встать и поговорить с Богом. А есть люди, которые встают утром, они даже не знают, что можно молиться с Богом. Мы все знаем, когда есть какие-то проблемы, мы молимся, мы звоним братьям, мы звоним с сестрам. А есть люди, которые вообще не знают, что они тоже так могут жить. Когда у нас есть нужда, мы на колени станем, мы молимся, чтобы Бог по богатстве, славе своей благословил нас, то, что нам нужно. А есть люди, которые не знают, что можно так делать и получат ответ с неба. Поговорите с Богом, чтобы Он научил нас проявлять это царство. Потому что весь мир ждет. Весь мир ждет. Мы должны запнуть это звено. Мы должны закрыть эту окружность. Попросите у Бога благодать. Попросите у Бога смелость. Потому что без смелости невозможно. Без смелости будем ни рыба, ни мясо. Без смелости будем переживать, как на нас смотрят, кто что говорит о нас. Иисус проявлял царство Божие. Он проявляет царство, как Он говорит, как Он себя ведет. Он не скрывал царство, которое внутри себя. Вы просто дадите Богу слово сегодня. Я никогда не буду стесняться тебе. Я никогда не буду стесняться царство, которое есть внутри меня. Чтобы меня не стоило, чтобы не будете смеяться. Но может быть кто-то еще что-то напишет обо мне. Я готова на любой компромисс, но кроме того, чтобы я стеснялась, что я знаю тебя. Чтобы я стеснялась, что ты спас меня. Чтобы я стеснялась, что ты омил меня, что ты простил меня. Боже, пусть придет благодать на каждого из нас, на проявление этого царства. И чтобы мы могли освобождать многих во имя Иисуса Христа. И все сказали им. Аминь. Давайте воздадим Богу славу за проявление Сынов Божьих. И давайте будем усиливать проявление царства Божьего. Потому что мусульмане не будут проявлять это царство. Люди, не знающие Бога, не будут проявлять это царство. Мы есть Божьей надеждой. И давайте будем работать на все катушку, чтобы весь мир знал, что Иисус Господь. По имени Иисуса Христа. Аминь. Иисус Господь. Аминь. 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 Аминь.